Содержание жилья, в том числе при домовой территории, на высшем уровне. Весь двор – сплошной спа-центр. За 500 рублей в месяц вас ждут лечебные грязевые ванны и водоемы с целебной водой. Так о своем дворе пишет в социальной сети жительница этого дома. Отчаявшись увидеть результат многочисленных обращений в различные инстанции, взывает к общественности. Сарказм понятен. Двор действительно больше напоминает сцену из нашумевшего артхаусного фильма «Трудно быть богом». Вот только братья Стругацкие, как и режиссер, демонстрируют неразвитое общество. А мы живем в современном городе, недалеко от столицы, в веке 21-м. Здесь никогда газонов не было. Здесь траншея, трубы сгнили. Ее два раза в год копают. Недетских площадок здесь ничего нет. Поэтому паркуемся на газонах. Как таковых здесь их нету, газонов. Здесь была бельевая площадка. И вот грязь, когда раскапывали теплотрассу, грязь засыпали там, где машины стоят. Здесь просто были заасфальтированные асфальтовые площадки. Просто от того, что коммунальщики не убирают, никакого ремонта нету. Грязь и лужи прикрывают еще одну проблему – глубокие ямы, которые становятся препятствием в любое время года. Вот из дома, из подъезда, когда выходишь и не знаешь, в какую сторону, куда же идти-то. На дорогу выйти нельзя. Вот одни ямы и канавы. И идешь вдоль дома. А вдоль дома – это хорошо, что в этой зимой не было никаких сосулек, ничего. Ходили бы прямо вот к краю дома. Летом здесь после дождя, весна, осень. Пройти без резиновых сапог невозможно. Особенно бабушкам, женщинам с колясками. Здесь вообще по колено грязи. Вообще кошмар. Дом, дом. Обещают капитальный ремонт уже три года. Учитывая, что коммуникациям столько же, сколько и самому дому, а построен он в 70-м году, здесь постоянно разрывают прорвавшиеся трубы. Рядом находятся отделения почты и грузовые автомобили. Проезжают сквозь двор. Через наш двор проезжает очень много машин, проходящих на почту. Все грузовые идут. Разбитость – это давно уже. Обращались, сколько раз ходили наши представители за помощью. И никакого пока результата мы не видим. К сожалению, проблема дома номер 7 по улице Новоселов знакома очень многим рязанцам. Под фотографиями в социальной сети, которую опубликовала жительница этого двора, люди из разных районов оставляли комментарии. Когда смотрел на фото, был уверен, что это улица Великаново. Да такая фигня по всему городу. Братиславская. Двор дома 23. Один в один. По словам местных жителей, этот дом первый в микрорайоне Дашково-Песочня. Он появился в ныне крупном спальном районе в 70-м году. С тех пор никакого ремонта дома или двора не было. Между тем, капитальный ремонт по очереди должны были выполнить в 2018 году. Жители в ожидании, ведь уже 2020-й, а ситуация неизменна. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».